Ладоларгус. У нас очередной заломчик. Попробуем поставить плоскость для начала. Попробуем поставить перерiums. Попробуем дискалить перер headquarters. привет вот лада ларгус дверка чуть и этот притерли дело не в этом вот таким образом значит на ней держится накладочка вот эти вот вот эта вещь она здесь под усилителем вот этот ряд этот доступные здесь вот есть такая железная скобочка хитрая зажимная и болтик здесь насквозь вот таким образом она снимается остальное выщелкивается вот но можно как бы отсоединить низ и немножко аккуратно со сдвигом вот эти части они выходят вот во все стороны поэтому можно отсоединить здесь здесь вот эти отщелкнуть и со сдвигом в принципе вот в эту часть как бы спереди взад машины снятие но у меня получилось так потихоньку поддевая все это снилось вот таким образом снимается молдинг хотя здесь как бы защелки такие немудреные в принципе можно и отщелкнуть кому-то эти мелочи пригодятся почему потому что иногда бывают на машинах приклеены эти молдинги вот на скотч и иногда на каких-то бывают саморезы ки вкручиваются туда поэтому я решил снять вот такой коротенький ролик так что просто так он не снимается надо под разбирать дверь снимать так называемую карту двери залазить изнутри открывать ну вот собственно и все по этому вопросу вот она наша дверка покалечена лада варгус чуть я ее отмыл сейчас надо вот это мавили прочую ерундистику отмыть и посмотрим что можно здесь предпринять залом обширной плюс еще вот здесь полоса прочерчена нормально ну и как понятно вот здесь где молдинг такая промятость приличная ребро вот она отпечаталась то есть край тут тоже повело хорошенечко так что есть с чем побороться тут дверка выглядеть в лампе сделаю потише лампочку а то ярко заливается светом такое довольно обширное повреждение вот и здесь еще небольшая одна вмятинка вот она но с ней я думаю справлюсь я легко вот с остальным придется побороться потому что везде вот даже на вот этих местах эти заломы они очень неприятные и они мешают тут-то понятно хлопун у нас вот есть в общем начинаем по правой руке великого кардинала уж будьте уверены сказал картаньян победным тоном ну так как же любезный хозяин как по вашему способен чего-то добиться человек раскладающий рекомендательными письмами к этим господам вот такая опухоль тут сейчас я начну с нее вот это вот часть как видно по срезу луча здесь такой заломчик образовался начнем с него яма яма и вот он гор такой залом начнем с него потихоньку расправлять я торопиться не буду торопиться некуда и потом начну расправлять все остальное просверлил два технологических отверстия чтоб не было удобно работать чтоб не запариваться тем более снизу там особо вряд ли кто-то будет сюда заглядывать поставим потом сюда парочку заглушек и замовилим конечно вот так вот завальцовка наша выглядит сейчас все еще довольно таки скучновато но уже потихонечку распрямляется вот этот шишок конечно неприятный с ним придется повозиться и и и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok 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 все криво и косо ну вот в лампе здесь еще неровности я же говорил вот здесь по центру еще очень некрасиво и вот здесь вот на краю но и вот здесь вот она ерундистика остальное как бы более-менее подравнялась но все она такими волнами вот как собственно и и новые машины часто это заметно но это же как говорится никому не интересно конечно лампе все это более катастрофически выглядеть чем на самом деле но интересно в лампе смотреть они на улице на улице уже конечно если ее на солнышко поставить особо то и страшного ничего не будет вот это трубец то уже противный вот так вот в общем то если так взглядом непонятным глянуть то более-менее ничего же конечно пожеланности пока видны там а так в общем то она уже на дверь похоже вопрос интересный вот здесь дверь заворачивается внутри но усилитель отпечатался вот он печатался усилитель вот так обратная сторона обо что ударилась в принципе вот эта кромка она ровная а вот сам этот усилитель его вот видно что делать я пока что не знаю потому что вот здесь еще вот где эта полоса собственно из-за нее вот эта часть и отпечаталась как победить я пока не придумал но сейчас вот этим еще надо заниматься здесь поднимать надо забивать как бы мне это не нравится я думаю что это должно быть видно заметно ну и опять же вот этот вот кант надо его как-то пробивать ровно вот здесь чтобы он был ровный чтоб он как бы расслабился сюда и можно было металл сюда и сюда чуть подальше под эти все волны под разгладить короче из-за вот из-за вот этих вот двух ребер здесь и двух ребер здесь здесь металл вот так еще не спокойно плавает ну так конечно на тех кто не соображает уже как бы нормально вот так в таком виде дверь тут еще конечно проблемы есть вот они не могут не есть ну уже что-то разведняется два дня как говорится не зря занимался это пьяница не веряйте прикликнул картонья я не намерен путаться в ваших умертых конечно я не сразу узнал вас там на Сен-Жерменской гармошке но потом когда пришел мой бывший сослуживец по роте все осталось на свои места или вы будете говорить правду или нет и 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 «Где ж тут ошибешься?» — резонно сказал Срунец. «Я же не деревенчатая какая-нибудь, а потомственная парижанная». Слуга за ними наблюдал, а они вдруг бросились на него, да так проворно, что он не успел убежать или вывезти. Они ему зажали рот и... Двека сделана. Вот, теперь осталось вот эту часть доделать. Я тут немножко клеем потаскался сначала. Вот она красочка у нас отбитая. Она сразу лопнула, а пошла. Сейчас подсветку включу, будет видно. А то так она бликует, и её не видно.